Марина Вианевна, земляных сравнительные характеристики диктациональных убеждений подростков с поведенческими и невротическими расстройствами. Спасибо большое за возможность выступить, за предоставленную возможность. И сегодня я хочу представить как раз-таки результаты исследований, которые в рамках института мы вместе со студентами проводили, которые уже теперь, наверное, бывшие студенты, ныне специалисты. Одна из 10 присутствует, Катя Бердакова. Да, я всем своим студентам очень благодарна за то, что это исследование началось, и мы будем еще его продолжать. И в данном случае, если говорить об актуальности, здесь я буду кратко. Понятно, что даже при такой вот скорости распространения когнитивно-поведенческой терапии, вообще концепции когнитивно-поведенческой терапии, в Российской Федерации у нас все равно недостаточные исследования, касающиеся когнитивной составляющей ряда расстройств, в том числе и расстройств, которые бывают у подростков и у детей. Именно этим было обусловлено проведение этой исследования. Мы взяли достаточно традиционные методы, естественно, это устное интервью наблюдения сбора анамнеза, и экспериментально-психологический метод мы выбрали для исследования тест Альберта Элиса, диагностика рациональных убеждений. Я использую термин убеждений, хотя иногда английское слово «beliefs» переводят как «верование», но поверьте мне, когда приходится особенно общаться с родителями, там не всегда идет термин «верование», потому что это воспринимается по-разному. Поэтому в своей практике я больше выбираю перевод убеждений. Шкала дисфункциональных отношений Бека-Вейсмана, методика исследования самоотношений и опросник стиля объяснения успехов и неудач. Статистический анализ проводился тоже абсолютно стандартно по программе статистика с использованием преимущественно непараметрических критериев. Дизайн исследования, в общем, достаточно тоже такой несложный. Мы отобрали методики, мы отобрали группы для исследования. Возраст был представлен от 14 до 18 лет, и группы небольшие. Поэтому вот сегодня доктор Курпатов замечательный термин подарил. Это набор эмпирически обнаруженных закономерностей будет. Группа подростков с поведенческими расстройствами, сразу хочу оговориться, это поведенческие расстройства, не достигающие степени делинквентности. То есть это в основном подростки, которые не имеют тяжелых антисоциальных таких вот проявлений. Соответственно, с контрольной группой. Группа подростков с невротическими расстройствами. В основном там были представлены социальные фобии и тревожные расстройства, которые классифицируются в разделе F9. И с контрольной группой по 22 человека. В каждой группе проводился статистический сравнительный анализ, в каждой подгруппе. Ну и затем был проведен вот такой вот феноменологический сравнительный анализ тех убеждений, которые существуют у групп подростков, выбранных групп подростков. Ну вот результаты исследования у подростков с расстройствами поведения. Ну если говорить о шкале Элиса, то там все, что ниже 15, это уже говорит о значительной степени выраженности рациональных убеждений. И мы видим с вами, что у подростков с поведенческими нарушениями, у них достаточно выражен показатель катастрофизации. Естественно, ну что вполне, наверное, естественно, да, это невысокая фрустрационная толерантность и близкая вот к низким, достаточно выраженным показателям, показатели самооценки. И здесь выделены как раз те столбики, где речь идет о достоверно выделенной разнице после статистической обработки по сравнению с контрольной группой. Ну а вот здесь вот, обратите, пожалуйста, внимание, это группа подростков с невротическими расстройствами. Это то, что мы получили. Во-первых, мы ни в одном показателе не получили достоверной разницы. То есть по сравнению с контрольной группой подростков с невротическими расстройствами степень, то есть выраженности рациональных убеждений, она примерно оказалась равной степени выраженности у подростков, ну, будем так говорить, условно здоровых. И, ну, если уже совсем-совсем тут на что-то смотреть, то это речь идет опять-таки об катастрофизации. И в данном случае это долженствование по отношению к себе. Интенсивность. Да, интенсивность определялась по шкале Вбека-Вейсмана. И вот если говорить о подростках с поведенческими расстройствами, то здесь вот достаточно высокий показатель интенсивности в основной группе, то есть у этих самых подростков с поведенческими расстройствами, и выявлена достоверная разница. А вот опять-таки у подростков с невротическими расстройствами я бы сразу хотела оговориться, не смотрите на эту визуальную такую вот как бы большую разницу, на самом деле цифры 137, 136 и 6 десятых. Вот. Вообще каким-то мистическим образом подготовка этой презентации у меня превратилась в борьбу с двумя программами Excel и PowerPoint. Боюсь, что она… Я вообще считала, что до этого я как-то это все умела делать, теперь, видимо, это для меня новый вызов. Вот. Так у меня не получилось сопоставить по вот этим вот графам, то есть выбрать масштаб. Вот. Так что здесь нет никакой принципиальной разницы, и показатели, извините, и показатели находятся вот примерно в одинаковом средней интенсивности выраженности, в то время как вот предыдущий слайд был поведенческие нарушения, там достаточно выраженная интенсивность. Результаты исследований самоотношения. Что касается самоотношения, то у подростков с поведенческими расстройствами здесь практически по всем, да, стенам, которые есть в этом опроснике, выявлена достоверная разница, причем она касается как и таких вот, так будем говорить, неких отрицательных дисфункциональных убеждений, там, самообвинений, убеждений, вызывающих конфликтность, да, так и неких, ну, условно положительных, связанных там с самопринятием, саморуководством и так далее. И в данном случае речь идет о том, что они, в общем-то, стремятся сохранять свое «я» в неком неизменном виде, что, видимо, можно предположить является неким еще и показателем ригидности. Возвращаемся, вернее, по этому же вопроснику смотрим, что же у подростков с невротическими расстройствами, а здесь опять ни одной достоверной практической разницы. То есть есть некие, во-первых, сами показатели чуть ниже по интенсивности, чем у тех, которые, по выраженности, простите, не по интенсивности, чем у тех, которые имеют поведение, ой, да я, извините, здесь ошибка, но вот я вот сказала, что это невротические расстройства, я неправильно слово обозначила. Значит, это невротические расстройства, здесь нет никаких практически различий достоверных, в том числе при проведении непараметрической статистики. Результаты исследования стиля объяснения успехов, неудач, поведенческие расстройства. Здесь есть так называемый диспозиционный оптимизм и диспозиционный пессимизм. Видно, что вот у группы подростков с поведенческими расстройствами достоверно преобладает пессимистический атрибутивный стиль. И это может свидетельствовать только о том, что эти подростки склонны оценивать успехи как случайность, неудачи как закономерность. Если же мы пойдем смотреть, что же происходит у подростков с невротическими расстройствами, то здесь опять никакой практической разницы. Здесь в равной степени представлено как атрибутивно-пессимистическое, так и оптимистическое отношение. И разницы с контрольной группой как таковой практически нет. Ну и разумеется, мы проводили, да, там был указан метод опроса, качественный некий анализ, да, сбор анамнеза, интервью. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на те диспозициональные убеждения, которые чаще всего высказывают подростки каждой из этих групп. А подростки с поведенческими расстройствами. Здесь достаточно много диспункциональных убеждений, такого откровенно негативного характера, катастрофического характера. Причем обратите внимание, как здесь высказывается катастрофа. Вот понимаете, вот все, она уже случилась, и мало что можно вообще сделать, и нет никаких шансов и так далее. Либо это еще диспункциональные убеждения из серии «Утерпеть не могу скотчные уроки, зачем они мне нужны, почему я должен делать то, что неинтересно» и тому подобное. То есть вот эти диспункциональные убеждения, они более свойственны подросткам с поведенческими расстройствами. А вот подростки с невротическими расстройствами, здесь несколько другая картина. Если не сдам экзамены, тут много катастрофических таких вот сентенций, но посмотрите, какая катастрофа. Эта катастрофа оставляет еще какой-то шанс. Может, я его все-таки сдам, и тогда ее не случится. В то время, как в предыдущих катастрофа, ну, не оставляет шансов практически никаких. Да, не сдам экзамен, папа меня убьет, ну, или разочаруется, это точно. Не сдам на отлично, это конец, не смогу поступить в универ, пойду дворником работать. То есть ничего такого нет, родители же часто говорят, будешь плохо учиться, вон будешь свои мусорные контейнеры убирать. Это, в общем, да, так закладывается. Мои родители, уважаемые люди, не должен падать в грязь лицом. Ну, если не могу учиться, не смогу учиться в этой гимназии, все будут считать меня глупым, у меня будет дурацкая жизнь. Ну, вот здесь дословно практически я привела целое нагромождение. Важно сразу же поступить в университет, иначе в 30 лет все будут считать неудачностью, следничать за спиной и называть старой девой. Все вместе. То есть личный неуспех и неуспех в карьере. Все абсолютно вот как бы собирается вместе. Ну, или там из серии, да, все уже с кем-то хоть как-то встречались, а на меня никто не обращает внимания и не будет обращать. Опять идет такая вот катастрофизация. Но что самое интересное, если посмотреть на контрольную группу, которую, как вы помните по этим диаграммам, особенно где подростки с невротическими расстройствами, да, они почти не отличаются. И я хотела бы привести такой достаточно, знаете, иллюстративный пример маленького кусочка анамнеза, собранного со слов подростка из контрольной группы, то есть условно здорового, ни с какими расстройствами. Родился и рос в полной семье, единственный ребенок. Семья благополучная, все дома спокойно, со слов самого подростка. Однако он не любит, когда в гости приходит бабушка, так как она учитель математики и ругается по поводу того, что он все время играет в компьютер, а не готовится к экзаменам. Отношения с родителями хорошие, каждое лето отдыхают за границей. Но в этом году родители полетели одни. А сын остался с бабушкой, занимался почти каждый день у репетиторов. Любит играть в футбол и хотела бы стать футболистом, но пришлось сократить тренировки из-за учебы. Боится плохо сдать экзамены в конце года. Папа тогда точно запретит мне все на свете и вообще перестанет со мной общаться. Он и так уже не ходит на мои матчи. Мама добрая, всегда заступается, прикрывает, если что-то не получилось. Любит гулять с друзьями, выходные ездить в кино, но свободного времени почти нет. После школы занимается дополнительно английским физикой, алгеброй. Родители часто говорят дома о том, сколько они на это тратят средств. Таким образом, и одно из его высказываний. Мне нужно все успевать, нужно все сдать на 100 баллов, иначе родители перестанут ко мне хорошо относиться. Я здесь не могу не удержаться от некого комментариев по поводу того, что какая картина нам была здесь нарисована в первой половине дня уважаемым доктором Курпатовым. В отношении молодых людей, ну так где-то, что через несколько лет к нам, что мозги им никто не тренирует. Я бы хотела показать вам, как насильственно им их тренируют. Иногда даже вызывая практически преневротические изменения. Это раз. Второе. Это то, что мы с вами через несколько лет увидим, ну, лучший случай, я так понимаю, главного героя книги Пелевина «Любовь к трём Цукербринам». Ну, помните, там этот, кто читал, там со шлангами лежит и всё делает исключительно в виртуальном пространстве. Я попрошу вот расслабиться, да, потому что ко мне-то сейчас ходят те, которым 10-11, через несколько лет ещё таких не будет. Правда. Ну, а если убрать шутки в сторону, то в 2014 году вышло большое очень ревью в журнале детской психиатрии и психологии американской ассоциации детских психиатров и психологов Смита Левинстона, которая как раз-таки пыталась охватить все исследования, направленные на выявление вреда интернета, социальных сетей, причём рисков явных, рисков подспутных, рисков когнитивного характера, диктологического характера и так далее. И эта статья вызвала очень много дискуссий, там было много очень комментариев к этой статье, и один из комментариев был напечатан чуть позже в этом же журнале, в 55-м номере за 2014 год, я даже сейчас специально себя там посмотрела, и там как раз говорилось о том, что вот буквально до 2014 года даже там, где занимались изменениями когнитивными, эмоциональными, социальными подростков, которые проводят всё больше и больше времени в интернете, там появился такой термин, так называемый «Алармистские теории». Алармистские теории как раз там и говорят о том, что вот да, мы получим, да, вот того самого, который подключён проводами к компьютеру, а шлангами к естественным физиологическим отверстиям, ну это я опять Пелевина цитирую. Однако практика, однако авторы вот этих комментариев и те, кто проводит исследования, в том числе нейрофизиологические, говорят о том, что это чрезмерные суждения, и что, в общем-то, интернет, конечно, в какой-то степени меняет когнитивную, эмоциональную составляющую, но не настолько, чтобы мы ожидали через несколько лет ну каких-то таких вот абсолютно изменённых молодых людей, с которыми практически невозможно будет разговаривать на том языке, на котором мы сейчас разговариваем. Так что это мой комментарий к выступлению в первой половине дня. И, видимо, вот то, о чём я говорю, в известной степени это доказывает. Ну и достаточно быстро выводы, которые я хотела бы предоставить вашему вниманию. Итак, подростки с расстройствами поведения склонны к формированию интенсивных, ригидных, негативно-дисфункциональных убеждений катастрофического характера, а также убеждений, связанных с низкой оценкой себя как личности, своих перспектив и преобладанием пессимистического атрибутивного стиля в отношении как успехов, так и неудач. Перечисленные параметры предположительно можно расценить как значимые когнитивные составляющие формирования расстройств поведения. У подростков с невротическими расстройствами и у подростков без таковых в одинаково средней степени выраженности, интенсивности и достоверных различий присутствуют рациональные убеждения, долженствования в отношении себя и других, катастрофизации, низкой толерантности к фрустрации. Им также свойственна невысокая оценка себя на фоне очень высоких требований к себе. Однако интенсивность и регидность данных убеждений менее выражены, чему у подростков с нарушениями поведения находятся в средних диапазонах значений по опросникам. Сходство показателей рациональных установок в группе подростков с невротическими расстройствами и группе условно-здоровых подростков, а также наличие показателей, отражающих завышенные требования к собственной личности в контрольной группе, отобраны для сравнительного анализа с группой подростков с расстройствами поведения, предположительно, может быть и как показателем свойственным подростковому возрасту, то есть только лишь на определенном промежутке времени, так и показателем высокого уровня невротизации подростковой популяции в целом. В силу того, что группы исследуемые были не очень многочисленны, то, конечно, утверждать мы не можем это абсолютно, и мы будем продолжать эти исследования, но, предположительно, мы можем говорить о высоком уровне невротизации подростковой популяции. На этом я закончила. Спасибо за внимание. Я хотела бы спросить, вы использовали в своем исследовании тест Альберта Элиса. Хотелось бы узнать, валидизирован ли данный тест, насколько результаты, которые вы получили, коррелируют с устным интервью, который вы проводили с данными подростками, и также можно ли использовать данный тест, по вашему мнению, для статистических хотя бы данных каких-то про иррациональные установки? Да, источник взят уже из... Мы сами не переводили этот тест и не валидизировали. Он взят уже из литературы, то есть, соответственно, авторами, которые его публиковали, там и данные представлены. Если бы мы это делали, вот мы сейчас делаем с некоторыми из моих аспирантов работу, где мы валидизируем по когнитивной составляющей опросники, да, то я бы указала, нет, это уже взято из литературы. Второе было по поводу корреляционных связей, да, насколько коррелируют показатели анамнестические, да, и показатели опросника. Но данные корреляционного анализа дают прямые корреляции по интенсивности вот этих вот иррациональных убеждений. Я его просто здесь не представила. Вот, в основном в отношении катастрофизации, долженствования в отношении себя и низкой толерантности к фрустрации, если говорить еще и о поведенческих расстройствах. Это то, на что я сейчас просто могу вам на скидку вспомнить. Вот, и в основном это коррелирует с негативными убеждениями в отношении себя и долженствований в отношении себя, если говорить о невротиках. И третье, что было? Можно ли использовать этот тест для статистических данных, но что он объективно будет выражаться на вашем линии? Поскольку он не один был использован, то, наверное, вот можно говорить о какой-то степени объективности, и в сравнении с контрольной группой пошли по непрометрической статистике, критерии Манна Уитни, то тут можно говорить. То есть, если бы я только данные этого теста представила, тогда, конечно, речи бы не шло ни о какой-то...